ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Думаю, что по задумке режиссеров они хотели показать этот маленький мирок, в котором, наверное, находимся многие из нас, людей, тоже находятся в таком мирке, именно, да, своих стереотипов, каких-то предрассудков, вот, и что из этого мирка тоже есть выход, да, как и есть выход из этого города Эмбер. Галоконцерт студенческой весны 2017 отличался массовой включенностью студентов. Целыми коллективами представляли все. От юмористических сценок до классической драмы, от рок-баллад до балета и от народного танца до фьюжна и хип-хопа. Каждый нашел свое место. Все, кто участвует тут весне, и жюри, которые с года в год приглашаются, и режиссеры, и ребята, которые непосредственно участие принимают, они отвечали на мой вопрос, почему вы здесь. И они сказали, что я здесь, потому что я здесь нужен. Ну и со временем я поняла, что я здесь участвовала тоже, потому что я здесь нужна. Стало доброй традицией посвящать концертную программу студенческой весны Дню Победы. И этот год не явился исключением. Студенты приветствовали героев шквалом аплодисментов, а те, в свою очередь, отметили, что им отрадно видеть ярких представителей студенчества. Ведь в том, что студенческая пора, самая яркая в жизни человека, не сомневается никто. Ну, студенты – это самые, наверное, активные люди, какие могут быть. Они более открыты какие-то. Они, ну, как бы по себе могу сказать, что студентов получаешь больше энергии все-таки, чем каких-то взрослых людей, которые сидят, что-то думают серьезное. А студенты, они такие более с душой как-то относятся к музыке, что ли. Главный приз студенческой весны 2017 – гран-при завоевали Институт филологии и межкультурных коммуникаций Институт управления экономики и финансов.